Аллах Нас очень любит и послал даже к нам своего любимца, рока Мухаммада, который указал нам путь к довольству Аллах спонталя. И все, что нам нужно, это идти этим путем. Не выдумывая ничего, не изобретая успех, не огораживая город и так далее. В этом есть благо для людей. Но люди не хотят, как говорится, не ищут легких путей. Им надо что-то свое выдумать, что-то свое придумать, жить по своим выдуманным законам и идти в этом направлении. И, конечно же, заблуждаться, как заблуждались миллионы, жившие до них. Каждый человек наступает на одни и те же грабли, думает, что он самый умный, самый способный, самый-самый-самый. На самом деле это не так. На самом деле это не так. И мозг человеческий никогда не поднимется над тем, чтобы выдумать что-то лучшее, что не спасло нам наш Создатель Аллах спонталя. Это просто невозможно. И вся история тому свидетель. Об этом даже говорить не стоит. Но сегодня люди впали грех, и он продолжается. Мы разбирали уже, как зародился на земле первое многобожие предание Аллаху, предание нашему Создателю Сатаварича. Как люди до этого дошли, опустились, и как Сатана сбил их с пути. И до сих пор столько тысяч лет прошло, столько веков прошло, но люди, как говорит Авос, и ныне там. Люди, где были, там и находятся. И шатан с легкостью сбивает все новые и новые поколения людей, которые считают себя ошибочно, что они являются единобожниками. Но Аллах спонталя ему судить. Мы можем считать себя кем угодно. В том и прелесть ислама, в том и замечательность, что Аллах спонталя будет судить. И самое главное, чтобы он тебя считал мувахидом единобожником, чтобы он тебя считал достойным человеком его милости и его рая. И, как мы сказали уже, люди ошибаются. Таких есть три вида единобожия. Единобожие, владычество, как мы сказали. В этом вопросе люди не ошибаются. Все говорят, что Аллах владыка всего, что Господь наш владыка всего, что Он создал все и все подчиняется Ему. И люди, жившие до нас, которые были глупее, как мы сейчас думаем, нас, потому что они жили в пустыне, они отлично этот вопрос понимали. И когда им было только тяжко, они взывали к Аллаху. А когда им было хорошо, они опять возвращаются к своим идолам. Мы к этому вопросу еще вернемся. Второй пункт единобожия, это единобожие в могуществе Аллаха. Что Он отвечает на зов и Он может сделать то-то и то-то и то-то. Вот в этом вопросе ошиблись люди. И взывают уже не к Аллаху, взывают к вымышленным своим богам, вызывают к идолам. И третий пункт единобожия, это основа сифат, это прекрасные имена и качества Аллаха. В них также люди разошлись, потому что такими же качествами они наделяют другие. Не важно кто. Деревья, камни, люди, кто угодно. Кто угодно. У индусов корова священная наделяет и такими свойствами. Не важно кто. Пусть это будет животное, человек, дерево, камень, земля, небо, луна, солнце. Не важно что. Главное, что ты наделяешь его такими же именами, качествами, которые достоин только Создатель Аллах спонталя. Вот в этих вопросах люди и разошлись. И мы сказали, что дуа, мольба, это поклонение. Я сказал об этом пророку Мухаммаду, передает этот хадис Имам Ахмад, 4-й, 271-й хадис. Абу-Дауд, 1264, Ат-Тирмези, 3294. И все сошли, что этот хадис достойный заслуживающий доверия. Поэтому дуа, она присутствует везде. Мольба. Совершаем ли мы молитву? Это тоже дуа. Потому что в намазе есть элемент дуа. Или просто поднимаем руки и просим Аллаха что-то. Или мы делаем палаху от Укабы. Или мы держим пост. Во всем присутствует. Потому что когда держит пост человек, он инстинктивно держит ради Аллаха. Для того, чтобы Аллах простил ему. То есть он надеется, он уже обращается к Аллаху. Своим действием он обращается к Аллаху, чтобы Аллах спонтально простил его грехи. И вел, допустим, кто держит пост через ворота Араян Джанна. То есть он просит у него, чтобы он вел его через эти ворота. Это и есть дуа. Это и есть поклонение. И поэтому пост должен быть посвящен только Аллах спонтали. Курбану. Что бы ни было. Сейчас вот скоро Курбан-Байрам, великий праздник. И этот праздник должен быть посвящен только Аллах спонтали. И жертвами животных должен быть посвящен только Аллах спонтали. Если еще кому-то все, нога Божья закралась. И ученые делят вот в этом вопросе на несколько пунктов. И всего тем не менее, шаля, их с помощью Аллах спотали и разберем. Первое. Мусульмане, говорящие, о посланник Аллаха, выручай. Или о люди святые, люди сокровенного в мире, помогите и спасите. Но таких может быть много. Я просто взял такое, среднюю форму. О такой-то святой, о ушедший от нас, защити и спаси. Помоги нам на мосту Сирак, заступись за нас перед Аллахом. И что угодно может сатана подсказать человеку шайтан, а человек будет этими словами обращаться к не Аллаху. Это человек является поклоняющимся не Аллаху, потому что у него дуа, мольба не Аллаху посвящена. Даже, как это ученый, если бы он имел в виду, что Аллах спасите. Он человек, предающий Аллаху сотоварищей, но говорящий при этом. Я имею в виду, что божество одно. Многие так говорят, я имею в виду, что Аллах один. Но тем не менее, обращаются с дуа, с мольбой, надеются, боятся кого-то еще помимо Аллаха спонталя. Такое утверждение, что человек говорит, что божество одно, у него не принимается. Потому что его дела и его намерения говорят о другом. Его дела и намерения расходятся с его словами. И слова должны соответствовать намерениям. Намерениям сердца, а слова подтверждают то, что у вас сердце. А если ты обращаешься к кому-то другому, помимо Аллаха спонталя, значит, у тебя сердце испорчено. Как сказал пророк Саллаху алейхи вассалям, теле есть кусочек, и от него зависит, каковы будут ваши дела и слова. Длинный хадис он сократил, и это сердце он сказал. А Багабайзис находится здесь, и три раза постучав себя в грудь. Он находится здесь. То есть от сердца зависит, какой у тебя не яд был. Для чего ты это делал? И если ты обращаешься к кому-то, помимо Аллаха, что бы ты ни просил, как бы ты ни обращался, это говорит о том, что у тебя в сердце нет чистого намерения. Это говорит о том, что ты не единобожник. Это говорит о том, что ты вправ в многобожие. Потому что твои слова – это продолжение твоего сердца, продолжение твоего намерения. И поэтому надо таким людям сделать пробу и вернуться к единобожию. Чтобы у них и слова, и намерения их дела, были посвящены только Аллах Фаталя Господу миру. Тогда только человек является малахидом, единобожником. А без этого нет единобожия. Нет единобожия. И человек уже пропал. Если на этом он умрет, Аллах Фаталя никогда не простит его, как об этом он сказал в Уране. Любой другой грех, пусть это будет убийство, воровство, зина, что угодно, распитие спиртных напитков, Аллах Фаталя по своей милости возможно и простит. Возможно, человек получит какую-то долю своих наказаний, скупится и выйдет из огня. Но за многобожие, за шик, за предание вас от товарища, человек никогда не избавится от наказания Аллаха, да упасет нас Аллах от этого. Второе. Если же данный мусульманин утверждает, что он имел в виду посланников, как сегодня говорят, нет-нет, конечно, говорит, Аллах делает, но эти все посланники, эти аулия и так далее, они просто посредники. Они типа почтальоны до Аллаха Фаталя. И тогда этот человек уподавляет Аллах фаталя, подобно королю, или же президенту, или какому-то начальствующему лицу. Почему? Потому что мы знаем, что президенту, королю просто так не попадешь. У них сотнями охрана, у них лично секретарь, который записывает его время и говорит, в таком-то, в таком-то день придите, и вам будет выделено 5 минут. Укладывает, если не говорите лишнее, то есть ограничивает. Почему? Потому что хоть он президент, хоть он трижды король, он простой человек. И для него тоже в сутки существует 24 часа. И всех он принять не может, и всех он услышать не может. Его возможности ограничены. Почему? Потому что он подобный нам, человек. Это говорит о многом. Аллах Фаталям не таков. Миллионы людей в одну и ту же секунду взывают к нему. И, иншалла, вот скоро будет день Арафа, когда паломники, миллионы будут стоять на горе Арафа и в долине Арафа. И они будут взывать все. В одно и то же время Аллах Фаталя все слышат. Почему? Потому что это у него есть имена, Асма-Ассифат. Есть у него имена и качества, которых нет у людей. А одно из них, сам Альбасы, слышащий и видящий. Он их видит, и он их всех слышит. И кому-то будет немедленно, да, он ответ на ее просьбу, кому-то чуть попозже. А кому-то оставят на судный день. Как сказал правок Салсалям, это будет лучший ответ. Это будет лучший ответ. А президент или король так сделать не могут. Пусть будет даже онлайн-трансляция. Не могут 10 людей одновременно говорить им, а не чтобы каждый 10 человек услышал и ответил. Такое невозможно. Им будет сказано, говорите по очереди, потому что он обыкновенный человек. А эти люди, которые говорят, мы избрали Авлия, эти люди, они уподобляют Аласфатали этому президенту или королю, как будто ему тоже нужен какой-то посредник. Хотя Аласфатали не нуждается ни в ком и ни в чем, как он нам сообщил. Ни в каких посредниках, ни в каких секретарях и заместителях и так далее. Это мы нуждаемся. Это мы нуждаемся. И такое заявление, это проявление неверия, проявление куфра. Если вы, что Аласфатали сказал, очищая себя, свои атрибуты и свои действия, нет ничего подобного ему, он слышащий и видящий, ашура одиннадцатый аят. Если даже мы не можем уподобить Аласфатали праведному творению, такому, как Ангел Джибраиль или Рог Мухаммад, салам, праведность которых не вызывает сомнений, как тогда мы можем уподоблять их неправедным творением, которым через секретарей не пропасть? Это тем более неверие. Это тем более неверие. Эти люди, конечно, впали в куфр, когда заявляют такие вещи, что Аласфатали нуждается или принимает. Они не знают сокровенное. Они не знают сокровенное, что это Авлия, вообще, что Аласфатали принял, во-первых, у этого человека дела. Это неизвестно. Это будет известно только в судный день. Как мы можем, загадя вперед или забегая вперед, быстрее, чем Аласфатали, сделать суд и сказать, что этот человек уже в раю? Ведь даже павшим шахидам правок салам говорил, иншалла шахид. Если Аллах захочет шахид, скажите иншалла, потому что мы не знаем, может быть, он умер на лицемерии, этот шахид. Как приходит хадис, и первый человек, который будет брошен на огонь, это шахид, павший за веру. Но он сражался, и этот хадис уже приводил. Не ради Аллаха, а для того, чтобы люди его хвалили, восхищались его силой, быстротой и ловкостью. И он будет лицом вниз опрокинуть, и за ноги брошен в огонь. И поэтому никто не знает, кто на чем умер. А люди, которые говорят, что это Аулия, они уже решили, что этот человек в раю, что он достоин того, чтобы Аласфатали к нему прислушивался. Это полная чушь. Это полная чушь, и нет никакого доказательства на это. Третье. Многобожник, во время пророка саллаху, алейхи вассалям, были убеждены, как я уже говорил, что Аллах создатель и благодетель. Но взывали при этом к своим святым. У них были идолы из камня, из глины и так далее. И они взывали к ним, и тоже говорили, что это посредники между ними и Аллахом. И Аласфатали не только отвек подобное посредничество, но и объявил это куфрам неверием, сказав. А те, которые взяли себе Аулия помощников, кроме него, кроме Аласфатали, и говорили, мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Аллах рассудит между ними в том, в чем они расходятся. Поистине, Аллах не ведет прямым путем того, кто лжив и неверен Аласфатали, скажу. Того, кто лжив и неверен. Аз-Зумар, 4-5 аят. Именно так говорили многобожники, что мы поклоняемся этим идолам. Нет, ничего, проблем нет. Да, Аласфатали, мы признаем. Он выше всего. Он создатель. Он сильнее всех. А эти просто у каждого у нас свой идол. Нам так удобно. Они посредники, они приближают нас к Аллаху. И Аласфатали сказал, что они лживы и неверены. Назвали это куфрам. Сегодня та же самая картина. Просто поменялись идолы. Стали могилы, картинки, камни, деревья, что-то еще. Но суть одно. Суть одно. Любая вещь, кроме Аласфатали, это уже идол для поклонения. И Аласфатали близок, слышащий и не нуждается посредничество. Как он сам сказал. А когда спрашивают тебя рабы мои обо мне, то ведь я близок. То ведь я близок к Суальбакара, 186 аят. То ведь я близок к своим рабам. Взывайте, когда вы хотите. В любой ситуации взывайте к Аллаху. И никто вам не нужен. Ни имам, ни муфти, ни какой-то авлия. Вы, рабы Аллаха, и вы достойны того, чтобы Аласфатали слышал вас. Если вы на единобожье. Если вы на единобожье. И следующий пункт. Четвертый. Многобожники времен пророка Саллаху, алейхи и ассалям, призывали в случае беды только одного Аллаха. В связи с чем Аласфатали сказал. И пошла на них волна со всех сторон. И подумали они, что погибли. Тогда они взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Очищая. То есть искренностью. Ихлас. Мы знаем, есть сура Ихлас. Она еще очищение. Очищая перед ним свою веру. И говорят, если ты спасешь нас от этого, мы непременно будем благодарны. Мы непременно будем благодарны. То есть мы будем взывать к тебе. Сура Юнас 22 аят. Но мы знали, как только проходила опасность и так далее, они опять возвращаются к своим идолам. Вот смотрите. Смотрите. Многобожники времен пророка Саллаху, в случае беды, взывали к Аллаху. А сегодняшние люди, которые ставят посредников, и в случае беды, и в случае удачи, успеха, когда вам хорошо, все равно взывают. Кому-то помимо Аллаха. Сегодняшние люди даже более глупее, чем были многобожники времен Рок Салсалям. В случае беды они взывали к своим идолам. Они напрямую обращались к Аллаху. А сегодня беда, или хорошо ли тебе, взывают к могилам, кому-то еще, к деревьям, камням и так далее. И так далее. И поэтому, каково положение сегодняшних тех, кто взывает помимо Аллаха, берет к себе покровителей. Аллах Сфаталя сказал, Кто более заблуждается, чем тот, кто призывает помимо Аллаха тех, кто более заблуждается, чем тот, кто призывает помимо Аллаха тех, что не ответит им до Дня Воскресения. Они, то есть идолы, вымышленные боги, не берегут их зовом, не обращают внимания на их зов, на их духах. А когда собраны будут люди, они, вымышленные боги, идолы, окажутся им врагами. и будут отказываться от их людей поклонения им, идолам. Аллах Фааталя оживит этих богов и скажет, вот пусть они тебе и помогают, смогут ли? И тогда эти идолы откажутся, даже они Аллах Фааталя боятся, хотя это придуманы людьми персонажи. Аллах Фааталя специально скажет, вот, пожалуйста, обращайся, пусть он защитит тебя сегодня в этот день, когда никакой другой защиты, никакого суда, кого на Аллаха не будет. И идолы даже в страхе откажутся от этих людей. Аляхка в песке 5-6 аяты. Аллах Фааталя сказал, ругай и порицай тех, кто молится пророками святым. Скажи, взывайте к тем, кого вы утвердили помимо него. Они не в состоянии отвратить вас зло или переменить это зло. Те, которым они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу. И пророки, и аулия, они искали всегда, и пророк Мухаммад, ассалям, во главе. И все, что шли за ними, сахабы, они уже выше любого аулия. Я думаю, никакого сомнения не будет, но они сами искали пути приближения к Аллаху Фааталя. Они сами плакали. Он может быть хатаб выше любого ученого, который придет вам на ум, выше любого аулия. Я думаю, нет в этом сомнений. Он боялся, что он из числа лицемеров. И бегал за хранителем секрета Кузайфы. Когда Аллаху Ангу, который, пророк Мухаммад, оставил свои секреты, и назвал поименно лицемеров. И спрашивал, скажи, я в их числе или нет меня? И на щеках его были глубокие борозды, черного цвета от благочисленного плача, от его слез, которые проели его кожу соленые слезы. Почему тогда этот человек так беспокоился? Потому что он правильно понимает знамя Божия. Потому что он нуждался милости Аллаху Фааталя. Разве сегодняшние святые, или какие бы они ни были, они разве лучше, чем омренный хатаб? Такого быть, конечно, не может. Такого быть не может. И Аллаху Фааталя говорит, надеются на его милость и боятся его наказания. Те, которым они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу. Кто из них ближе? И надеются на его милость и боятся его наказания. Поистине, наказание твоего Господа надо остерегаться. Сыра-ли-сыра, 56-57 аяты. 56-57 аяты. И этот аят, я комментирую по-разному. Ибн Кассир говорит, что аят был неиспособен по поводу группы людей, поклонявшихся джинам, а не Аллаху. А некоторые другие комментаторы говорят, что аят был неиспособен по поводу группы людей, поклоняющихся и Айси, алейхи салям, и ангелам. Неважно. Джин, Айси, ангел, Мухаммад, саллаху алейхи салям. Все это одна сторона. Аллах спонталит совсем по другую сторону. Он один. И нет никого подобного ему. Нет никого подобного ему. И некоторые заявляют, что просьба о помощи кого-либо, кроме Аллаха, позволительная. Так как в действительности помощь оказывает Аллах. Многие говорят, что ничего такого нет. Обращение за помощью к посланнику или святому такие люди говорят, что вот мы же обращаемся к врачам, мы же не можем, вот к Аллаху обращаемся, да, но все равно к врачу надо пойти, он же нас лечит, посмотрит, он выписывает нам лекарство. Такие заявления, конечно, есть и существуют. И мы про это знаем и слышали. Но подобные оправдания не могут быть приняты. И далиль на то слова Ибрагима, алейхи салям, который сказал, Аллах, который меня создал, Аллах, который меня создал, и он меня ведет по прямому пути. И он меня ведет по прямому пути. Он, который меня поет и кормит. А когда я заболею, он меня лечит. Он меня лечит. Сура Шуара, поэты, 78-80 аят. И в этом аяте говорится о том, что лечащим, кормящим и так далее может быть Аллах спонталя только лечит Аллах спонталя. И не лекарство лечит, и не врач лечит. Кто думает, что пошел к врачу и полагается только на врача, он уже впал в грех. Предает Аллах спонталя товарища. Почему? Потому что миллионы есть примеров, когда супер клиники и потрачены миллионы денег, но врачи не могут и стелить. И какие бы супер-современные чудовища лекарства не были выписаны, но все равно людям это не помогает. Почему? Потому что нет на это воли Аллах спонталя. Человек прежде всего должен надеяться на Аллах спонталя. Упавить на него, просить у него. И тогда Аллах спонталя излечит. И еще один момент. Врачи и лекарства это из этого мира. Врачи и лекарства это из этого мира. А влия, Рок Мухаммад, который ушел с этого мира, и обращение к ним, и просьба у них, удача, баракята, здоровье детей, это из гайб, скрытый мир. И нельзя наш мир мешать с тем миром. Если даже здесь создана причинно-следственная связь, что ты выпьешь лекарство, иншаллах, надеясь на Аллах, Аллах тебе даст здоровье, то нельзя такой пример перемещать на потусторонний мир. Как будто ты взял мертвую таким же образом, как это лекарство, и этот мертвый привезет тебя к Аллаху. На это должен быть Далили. Сокровенный мир только лишь из сообщения права Мухаммада, и он должен нам был об этом сообщить. Но нет на это никакого доказательства и указания. Поэтому этот пример нельзя ни в коем случае использовать. Это и есть приобщение прямой к Аллаху со товарищей. И Распортавля об этом сказал, не сравняются живые и мертвые. Не сравняются живые и мертвые. У живых своя жизнь, со своими законами, со своими потребностями. А у мертвых все. У них нет выбора, они принуждены. Самое главное отличие живых от мертвых какое? У живых есть выбор. Каждый человек в этом мире имеет выбор. В этом и прелесть этого мира. Ты можешь пойти в мечеть, ты можешь прочитать что-то из Куана, ты можешь сделать сажда, но ты можешь пойти в кабак, ты можешь сделать кражу и так далее. То есть ты выбираешь сам. Вот за этот выбор Аллаху с Фанталией тебя и наказывают. Или же дает наоборот награду. А у мертвых нет выбора. Они уже под принуждением Аллаху с Фанталией. С ними будет вершиться суд и расчет. У него нет выбора. Он не может изменить ни направо, ни налево, ни назад оттянуться. Он будет принужден. Хочет он того или нет. И поэтому никак он тебе не может ответить на твое два. Причит, сегодня я отвечу, завтра я отвечу. Или ты достойный, недостойный. Да просто у него нет выбора. Он на самом себе не может позаботиться. Как бы он не хотел улучшить свое положение. Как бы он не хотел улучшить свое положение, это невозможно. Это невозможно. Поэтому мешает живой наш мир в этой дуне сокровенным. Нет никакой возможности, нет никакой нужды. И Аллах Сфатали говорит, не сравнятся живые и мертвые. Сфер Аль-Фатир, 22 аят. Также Аллах говорит, и взывал к нему, к Мусе, о помощи тот, что из его сторонников против того, что из врага. Сфер Аль-Касас, 15 аят. Помните ту историю, когда Мусе зашел в город, и дрались иудеи, и один из рода фараона, из общины фараона. И тогда иудей начал взывать из народа Мусе, к Мусе за помощь, но он взывал к живому, Аллах Сфатали специально этот пример привел. Взывал к живому, и находящемуся поблизости от него, а не где-то Муса был за 100 километров, или же Муса был мертвым. И в другом аяте Аллах Сфатали говорит, и ударил его кулаком Муса, и покончил с ним, с этим, кто был из народа фараона. Суаль-Фатир, 22 аят. То есть Муса услышал его зов, и ответил на него, потому что он был живой, потому что он стал рядом, и он мог реагировать. Он оценил ситуацию и принял такое решение. Правильно, неправильно, не нам судить, но он это принял решение, и он ответил на зов, и он выполнил действие, вследствие чего он убил этого человека одним ударом кулака. Муса, Аллах Сфаталям, был сильным человеком. Что же касается мертвого, то нельзя к ним обратиться к такой просьбой. Помоги против такого-то, убей такого-то. Это невозможно, так как живые и мертвые не сравнятся. И у них нет никакой возможности, чтобы они слышали, отвечали, помогали и каким-то образом воздействовали на мир живых. Наоборот, они от нас зависят. Они хотят, чтобы мы за них делали дуа, чтобы мы Аллах Сфатали умоляли, делали за них садака, какие-то вещи совершали, которые нам указал Пророк Сфаталям, опять-таки указал нам. Это известный хадис, книга, знания, оставленные человеком праведным, знающим, которым люди пользуются, ему записывается награда, даже после смерти. Что-то построено на пути Аллаха, мечей, дорогу, мост, библиотеку, больницу, чем пользуются мусульмане, ему записывается награда. Воспитал праведных детей, которые распространяют ислам, поднимают слово Аллаха, делают дуа, то есть опять живые, с этого мира делают дуа, за своего родителя, отца или мать, и ему записывается награда. Вот на что нам указал Пророк Сфаталям. И поэтому сахабы приходили и спрашивали у послаа Николая Сфаталям, о послае Николая, моя мать умерла, что я могу для нее сделать? Он сказал, посади сад или выкопай колодец, то есть делай какое-то полезное действие, которым будут пользоваться люди. И тогда сахабы это действие совершали. То есть они спрашивали, почему, потому что мертвые в нас нуждаются, а никак не мы в них, никак не мы в них. И Аллах Сфаталям сказал, если вы зовете их, они не слышат вашего зова. А если бы и слышали мертвые, то не ответили бы вам. А в день воскресенья они, мертвые или идолы, которым вы им призываете помимо Аллаха, отвергнут то, что вы их предавали ему, саталаришу, Суальфатр, 14-ая. И даже Аллах Сфаталям спросит, разве ты называл себя помимо меня Богом? На что Исаи им ответит, ты наш Бог, ты единственный, к которому поклоняемся. А после того, как ты упокоил меня, то ты о них был свидетелем. Я ничего не знал, не слышал о том, что они делают. И ты был свидетелем. И ты был свидетелем, скажет Исаа, поэтому мертвые никак не могут реагировать, отвечать и чем-то помогать или вредить, наоборот, нам, живым. И данный яд ясно показывает, что дуак мертвым, это и есть чистая воды многобожья. Чистая воды многобожья. И Аллах Сфаталям еще говорит, а те, кого они призывают вместо Аллаха, не творят ничего. И сами они сотворены. Ведь мертвые, которые Аллах Сфаталям сам сотворил, и второе из них тоже воскресит. Они сами сотворены. Мертвые они, неживые, Аллах говорит. И не знают ничего, когда будут воскрешены. Суран-нахль, 20-21 аят. Дальше ученые указывают на то, что в день суда люди будут ходить по разным толковым посланникам, так как они устанут, и будут пройти, чтобы они заступали за них. Но все откажутся, и тогда они придут к пророку Мухаммаду, который возьмет эту ночь на себя. Но тогда опять-таки люди будут в одинаковом положении. В одинаковом положении. Они опять будут воскрешены. Они опять будут живые. И пророк Саллаху Мухаммаду сделает сажда Аллаху. Не просто так, все, я решил, я тебе буду помогать. Нет, он будет спрашивать дозволение Аллаху Салтали. Он будет находиться перед ним в саждах. И тогда Аллаху Салтали внушит ему такие мысли и слова, которые он при жизни не знал. Это дуа он оставил. Именно на тот момент. И тогда Аллаху Салтали скажет, встань, и от тебя будет услышано. И вот тогда, с разрешения Аллаха, в одинаковом положении, находясь, и посланник Аллаху Саллям, и все люди в состоянии живых, тогда Аллаху Саллям сделает за них шафаат. Будет просить у Аллаха за вступничество. И еще действие сподвижки, я уже говорил, но еще напомню, наибольшим свидетельством, говорят ученые, и правильным пониманием единобожия служит тот факт, что умер на Хаттаб, когда была сильная засуха, он не обратился к пророку Мухаммаду Саллям, чтобы он помог, не спасла ни дождя, и так далее. Он пошел к его дяде Аль-Акбасу и сказал, ты из рода пророка, ты ближайший к нему, кто остался. Так попроси Аллаха, зови к своему Господу, пусть он пошел к нам дождь, пусть он даст нам пропитание. Что мешало Амбру Мухаммаду пойти к могиле пророку Саллям и просить у него? Но он же так и сделал. Почему? Потому что он ясно, четко понимал, что это значит. И вспомните тот дерево Аль-Акаба, под которым давали пророку Саллям клятву. В самом начале его пути, в самом начале, когда он собирался переселиться в Медину. После его смерти, люди стали ходить к этому дереву и получать баракат. Как сегодня, от разных вещей и так далее, получают якобы баракат. И Амбру Мухаммаду стал с ним бороться, что он сделал? Он решил проблему кардинально, он велел срубить это дерево. Все, нет дерева, нет проблемы. И тогда, потому что невозможно было остановить людей, и опять люди начали возвращаться к тому, отчего вытащили в Пророку Саллям. Ходили к дереву, получали баракат. Никакого бараката у этого дерева, естественно, нет. Амбру Мухаммаду правильно это понимал. Надо просить у Аллаха. И он повелел срубить это дерево, и дерево было срублено, и таким образом потерял само место, куда бы ходили люди, и перестали делать такое действие люди времен Омара ибн Аль-Хаттаба. И Аллах Сфантали говорит, некоторые ученые говорят, что Аб-Тавасуль подобен Алистираса, Зова помощи. Аб-Тавасуль это мы говорили уже приближение к Аллаху. Посредством чего? Дуа праведного человека живого. Посредством своих дел благих каких-то. И посредством прекрасных имен и качеств Аллах Сфантали. Вот в этом трем случае. И то ученые сегодняшние говорят, что дуа не надо просить ни у кого делать. Во-первых, неизвестно, что это человек праведный. Во-вторых, между ними устала эта связь. И человек привязывается к этому человеку и думает, что только его дуа принимаются. Лучше побольше самим просить и делать дуа. В этом будет польза. В этом будет польза. И Истираса это прямой зов о помощи. Они совсем не одинаковые. Они совсем не одинаковые. Поэтому можно услышать, что люди говорят, о посланник или такой Таулия, избавь нас от того-то или дай нам то-то. Это неправильно. Аллах Сфантали сказал, и не призывай помимо Аллаха ничего из того, что не принесет тебе ни пользы, ни вреда. А если ты это сделаешь, обращается Пророк Мухаммад, то ты будешь тогда неправедным многобожником. Сюра Юнус 106-й аят. И Аллах Сфантали приказывает также Пророк Мухаммад, чтобы он говорил людям, скажи, я... То есть Пророк Мухаммад должен объяснить людям, что я не располагаю для вас ни злом, ни прямым путем. Сюра Джинни 21-й аят. Если Пророк Мухаммад не располагает для людей ни прямым путем, ни злом, как мы можем говорить, что намного меньше рангом его, такой бы он о влиянии не был, но доволен Пророк Мухаммад никогда ему не дотянуть, что они чем-то могут помочь или навредить людям, когда Аллах в Иране обращает к своему посланнику, любимцу и говорит, скажи, я не располагаю для вас ни злом, ни прямым путем. В другом аяте Аллах говорит, скажи, я взываю Господу своему, взываю Господу своему, и не предаю ему сотоварищей никого, и не предаю ему сотоварищей никого. Сюра Джинни 20-й аят. И в другом хадисе Пророк Мухаммад, раскрывая эти аяты, говорит, если просишь, попроси Аллаха, а если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху. Почему он не велел обращаться к тому-то, к тому-то, а если он был, приходите к моей могиле и говорите, около моей могилы стоите, потирайте руками, на себя мажьте, почему он так не говорил? Он говорит, если обращаешься, то обращайся к Аллаху. Если просишь помощи, проси у Аллаха, проси у Аллаха. Вот что, иншалай, мы на сегодняшний день с вами возьмем, дальше продолжим эту тему, так как эта тема обширная, все, конечно, мы взять не сможем, но разумному человеку и этого достаточно. Аллах спонталя говорит, достаточно нам, Аллаха, прекрасного покровителя. Покровитель значит все, он отвечает на твои мольбы, он тебя защищает, он тебе покровительствует и помогает. Разве нам недостаточно Аллаха? Зачем нам принимать еще какие-то формы и обращаться к мертвым, могилам, деревьям, камням, каким-то предметам, чашкам и так далее? Для чего, когда у нас есть Аллах спонталя? И люди впали уже опять под воздействием шайтанов такие вещи. Как? Они уже обращаются к таким предметам, но при этом не совершают молитвы. Женщины ходят раздетые, но километровые очереди стоят и пропускают молитву, и в этой же очереди и женщины и мужчины грех великий за то, что потрогать что-то. За то, что потрогать что-то. Даже ученый, это черный камень, который явно из суммы, который трогал Пророк Саусалям. Даже целовал, и он в Махатап сказал, о камень, ты всего лишь камень. Если бы я не видел, что тебя целовал Пророк Саусалям, я бы тебя никогда не поцеловал. Но это из суммы, Пророк Саусалям не брал его себе, посредники. Это из его суммы. Он так поклонялся у вас в Махатапе, он не просил у камня, пусть никто не думает. И сегодня, кто был в хаджи или видел по телевизору, там творится около камня вообще сумасшедшие. Женщин снялают платки, делают платья, разрывают, мужики поверх голов лезут и так далее. Хотя Пророк Саусалям сказал, омар Махатапа, омар, ты сильный мужчина, так не притесняй слабых. Именно в хадже, чтобы омар не отталкивал слабых. Если будет возможность, прикоснешься, а если нет, оставь. Сказал, обращаясь к омару Махатапу. Если камень, который явный и суммный, нельзя так делать, нельзя так вести, а сегодня мы видим, или же волос неизвестно чей, чашка неизвестна чья, никакой весна там нет, люди друг друга с ума сходят. Людок на голову лезет, через заборы перепрыгивает, ведут себя таким поведением, который недостойный мусульман, абсолютно недостойный мусульман. Поэтому каждому мусульману достаточно Аллаха. Достаточно Аллаха, если он считает себя единобожником. Я прошу вас в Атали, чтобы он нас вел прямым путем, простил он наши грехи, собрал нас под знаменем Пророк Саллаху Алейхи Вассалям, укрепил нас на пути единобожие и вел вместе с Пророком Саллаху Алейхи Вассалям Саби Фирдаус Саби Джанна. Амин.